Сегодня, конечно, ребенок очень сильно изменился. Это понятно, что мир вокруг него, наполненный информационными, гаджетами, интернетом и так далее, несет целую большую свою специфику восприятия этого мира. И как в связи с этим на это реагируют детские издатели? Что нужно предложить сегодня ребенку в условиях этого огромного информационного шума? Нужно ли делать детские электронные книги? Если да, то какие? Как вы видите ваши, так скажем, стратегии в условиях сегодняшней интернетизации и информатизации всего населения? Если еще лет 5 назад, психологи дошкольные особенно, и все говорили, что колоссальный вред от гаджетов, что ребенка не надо подпускать, телевизор не надо смотреть, гаджеты не надо брать и так далее. Но это нереально. Ребенок, он все равно пользуется телефоном, он все равно пользуется айпадами, различными другими устройствами, компьютерами. Тем более, что через электронные ресурсы многие вещи можно значительно проще и быстрее ребенку освоить. Это связано с чтением, со счетом, с объемом знаний, вот с такими вещами. Поэтому все должно быть в меру. То есть книга должна быть. Книга детская, она значительно, конечно, для ребенка важнее, нежели гаджет. Ну и по гаджетам тоже нужно предлагать какие-то приложения. Я не говорю про книги. Книги, может быть, это лучше, чтобы художную литературу, лучше всего, когда мама с ребенком сидит. Он на коленках дошкольного роста, они вместе читают, вместе обсуждают, вместе рассматривают. Это идеальный вариант, это ничем не заменишь. Но когда ребенок становится постарше, то аудиокниги, он берет с собой в дорогу, он там где-то в метро читает. От этого отказаться тоже невозможно. Поэтому и то должно быть. И это просто родители должны следить с тем, чтобы это не... То есть все может быть лекарством, все может быть ядом. Вот от родителей зависит, чтобы от этого была польза. А если это бесконтрольно, то от этого будет один вред, так как дети слишком увлекаются. Это проще, тыкать пальчиком, чем немножко думать, читать. Это сильно проще. И они увлекаются гаджетами. Вот этого надо избегать, но в разумных пределах это очень-очень хороший инструмент, очень нужен, очень важный. Тут я совершенно согласна с тем, что все должно быть в меру, и что ни гаджеты, ни телевизор, ни интернет не должны превращаться просто в такую соску-пустышку. Во что-то, что мы даем ребенку, чтобы он сам... Только бы не мешал. Многие люди ждут этого и от книжки, что вот ребенок как-то с ней вместе сам, и пусть он на это время как-то исчезнет. И спокойно будет развиваться где-то в параллельной вселенной. Такого, конечно, не бывает. Мне очень нравится, как используют соцсети для подростков и привлечения подростков в чтение. Вот я знаю, что у многих авторов есть свои такие группы. Они даже... Они не просто присылают туда, как вот раньше писали, просили, например, в редакцию присылать отзывы или рисунки. Там неважно, на радио или в издательство. Вот. А они там пишут и обсуждают книги. Вот понятно, что это подростковые книги. В данном случае я имею в виду, например, вот Айуэн и ее серии фэнтези. Более того, они становятся ее соавторами. То есть там была какая-то совместная книжка вместе вот с выбранными самыми активными и самыми творческими. То есть это такая площадка, где ребенок может поговорить о книге. Вот он уже не маленький, он уже не дошкольник. Конечно, от дошкольника это... Ему это и предлагать не стоит. Вот. Но это такая возможность найти... Вот бывает действительно так, да, это было и в нашем детстве. Я думаю, это и сейчас, что ребенок тянется там к знаниям или ему нравится читать. У него есть какие-то вот свои любимые книжки. Ему кажется, что его никто не понимает. Ни родители, ни в классе, ни учителя. И он ищет какую-то свою компанию. Хорошо, если он компанию найдет, например, в библиотеке. Да? Или там еще где-то. Но вот может быть так, что вот и это не сложилось. А здесь ему есть еще какая-то возможность, еще одна дополнительная площадка, где он может говорить там не о каких-то вот, я не знаю, поп-группах или других интересах, вот, а о том, что интересно конкретно ему и говорить об этом по-взрослому. Для этого же есть и книжные конкурсы, такие как Книгуру, да, уже для чуть-чуть помладше подростков, где они могут стать экспертами, оценивать. Это не только Книгуру, есть еще... Книжный эксперт Марина Армштам. Да, книжный эксперт, да, на Баб-Мамбуке. То есть раньше для тех, кто живет не в больших городах, вот эти возможности были довольно сильно сужены. Теперь с интернетом, то есть мы не можем говорить только, ой, как ужасно, вот появились гаджеты, появился телевидение, появился радио, появился интернет, и все стало вот для книги плохо. Нет, мы должны найти те возможности, которые это дает, и использовать их, особенно учитывая, какая у нас огромная сторона, и как вот неровно как бы распределены... Как раз использовать для чтения эти возможности. Да, мы хотим и будем все использовать для чтения, что мы только можем. Я думаю, это наша общая позиция. Вот эта вот блестящая возможность обсуждать в соцсетях, когда человек может себе... Все же хотят выразить свое мнение, а не все его хотят слушать, может быть. И тут такая возможность. Это, конечно, здорово. И найти единомышленника твоего. Может быть, он будет совсем из другого региона, но вас объединит именно чтение. Это прекрасно, то, что дает интернет. И для мам это тоже очень большая возможность. Вот мы чувствуем поддержку даже там, где наши книги, например, когда мы ездим на какие-то выставки в маленькие города, и они не знают наши книги. Вообще книги не очень хорошо. Вы ездите, да, в региональной выставке? Да, мы теперь стали больше еще этого делать. Как-то мы одно время передохнули, теперь мы с новыми силами. Вот. Мы всегда ищем в соцсетях какие-то сообщества мам. Мы опираемся... Они тоже знают часто разных книжных блогеров и видеоблог. Видеоблог – это вообще замечательное изобретение, потому что он позволяет прям всю вот книжку пролистать, вот, и при этом еще что-то сказать. Это совсем другое дело, чем просто прочесть вот чью-то рецензию или какие-то слова, вот, читал, не понравилось. Даже если человек просто эту книжку пролистнул и всем показал, даже если он при этом не сказал ничего, кроме... Да мне эта книжка понравилась, ребенка прочел ее три раза. Или сказал, нет, вот как-то мне не очень понравилось, но вы посмотрите. Это уже совсем другое. Особенно если учесть, что во многих местах книжных магазинов мало, ассортимент у них небольшой, и книгу покупают в интернет-магазинах, где тоже не всегда есть возможность еще понять и как-то не обмануться, не потратить деньги не на то, что тебе нужно. Это и по издательствам бьет, потому что люди разочаруются, они говорят, вот мы приобрели эту книгу за большие деньги. А это вообще оказалась книга малышовая. Думаешь, ну там же написано было, что она там для малышей. А вот когда он ее посмотрел вот так вот, и ему блогер, которому он доверяет, который с ним как-то созвучен, про нее рассказал, такая же мамочка, вот, то это совсем другое вообще дело. То есть это такое книжное сообщество, которое совсем быстро и неожиданно так вот появилось и разрослось, и какие-то плоды мы, как издательство, начинаем только сейчас пожинать. Вот это вот такая самоорганизация, которая совершенно вот государство в это ничего не вкладывало. Люди сами. Никак это не регулирует. Люди сами. У всех разные мнения. Одним нравятся одни книжки, другим другие. И все это сосуществует, и все это всем доступно. Вот это, ну, прекрасный просто пример того, как должно пропагандироваться и развиваться детское чтение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова